Вторая часть видео. Мы сегодня смотрим официальные вопросы на сайтах отзывов и ответы представителей владельцев магазина. То есть официальные ответы. Есть ли в них логическое зерно, логичное. Есть ли в них ошибки. Или в них все абсолютно правильно. Это вторая часть видео. В первой мы уже почитали моменты. Где-то магазин просто в наглую вводит в заблуждение. Где-то тупо ошивается. А где-то прав. Интересный опыт. Читаем дальше. Купила смартфон. В тот же день я начал выдавать финты. Самопроизвольно перезагружаться. Зависать. Металлический голос собеседника. На следующий день поехала в магазин. Телефон взяли в сервисный центр. Прошло 10 дней. Я его забрала. Вердикт сервисного центра. Все замечательно. Приехала домой и все то же самое. То есть все так же плохо работает. Ну понятно. Ситуация типичная. Читаем ответ магазина. Если у вас есть основания полагать, что в аппарате присутствует дефект, вы можете передать аппарат на гарантийное обслуживание повторно через наш магазин. Или обратиться напрямую в сервисный центр. При личном посещении вы можете сократить сроки работ и поговорить с инженерами о деталях неисправности. Адреса указаны на сайте. Максимальный срок 45 дней. И вроде все верно. И вроде сказали можете туда, можете туда. А что в реальности? В реальности сказали можете конечно в магазин, но лучше в сервисный центр. Потому что там быстрее. А что значит быстрее? У нас в законе федеральном о защите прав потребителей написано незамедлительно. Это значит, что магазин, что сервисный центр должны одинаково быстро вам починить телефон. А тут нам говорят, ну конечно можете в магазин, но пока он у нас полежит на полке, в которой мы собираем посылку в сервисный центр. Это дня три. Потом мы повезем, потом закажем запчасти, потом будем делать на 2-3 недельки. Чего? Чего? Закон не так писался. В законе написано незамедлительно. Незамедлительно это вы отдаете телефон. Сотрудник говорит, о, он сломан. Пошел чинить. Готово. Если не может починить, тут же хватает и бежит. Знаете, что такое незамедлительно? Он бежит к ремонтнику и говорит, быстро чини. Нас закон поджимает. Написано незамедлительно. Ведь потом будет суд, скажут, что я не торопился и меня обвинят. Поэтому я к тебе прибежал и ты быстро чини. А ремонтник такой, у-у-у. Незамедлительно в законе написано федеральном. И начинают быстро чинить. Все скажут. Это вообще что за сказки на канале? В каком мире мы живем? Это что, Россия? Так никто не делает. Никто так не делает. Никто так не чинит. Поэтому не надо чинить телефоны. Нужно возвращать деньги. Писать претензию. О том, как написать претензию, посмотрите. У меня огромное количество видео на канале. Очень крутых, кстати. Мне они же самому нравятся. Там есть видео, где я параллельно с вами пишу претензию. Но лучше не придумать. Сижу и прям пишу параллельно с вами. У-у-у. Но если вы все-таки согласились на ремонт, то вы можете по соглашению сторон сделать максимальный срок ремонта 45 дней. Но в законе написано по соглашению сторон. То есть вы должны сказать, да, я готов вам отдать телефон на 45 дней, настолько он мне не нужен. Но это же не ваша ситуация. Так поэтому не соглашайтесь на 45 дней. И не слушайте вот этих отвечателей на форумах, которые вам пишут про 45 дней. И никогда не носите телефоны в сервисные центры. Придите, отдайте его. Предоставьте его в магазин. Подтвердите наличие недостатка. Отдайте, я хотел сказать, отдайте в магазин. Никогда не отдавайте его в магазин. Отдавайте его в магазин, когда вам отдают деньги взамен. А, это еще не все. Смотрите, с собой нужно иметь полный комплект аппарата, гарантийный талон, чек и паспорт. Если инженеры подтвердят существенность недостатка, выдадут заключение, мы обменяем, вернем вам деньги за устройство. Можно я просто прочитаю это, чтобы еще раз... Вот просто послушайте. С собой нужно иметь полный комплект аппарата, гарантийный талон, чек и паспорт. Написали бы еще упаковку, обвязанную красным бантиком и с привязанным голубым шариком. Гарантийный талон, чек и паспорт. Вот по-хорошему надо спросить магазин. А вот этот перечень вы на какой основе составили? Вы в законе покажите, где хоть раз, хоть один раз паспорту используется. Или сказать, ну а вы вообще в курсе, что такое статья 18.5? В ней написано, что чек никогда не нужен. Чего вы мне пишете, что с собой нужно иметь чек? А если нет чека, все, не будет ваших услуг? Так это на прямое нарушение статьи 18.5. Вы постановление суда видели хоть раз? Нам всегда написано, наличие чека не требуется. Наличие чека не требуется. Это в законе уже прямым текстом вам написали. Кстати, в законе это могли и не писать. Оно и так не требуется. Но чтобы люди прекратили эту глупость, которая вот так распространяется повсеместно, вам там прямым текстом написали. Чек не требуется. Статья 18.5. Но люди все равно требуют чек с вас. Ну и с собой нужно иметь полный комплект аппарата. Не нужно. Упаковку не нужно. Гарантийный талон не нужно. Чек не нужно. Паспорт тем более не нужно. Вам нужно принести товар, идентифицировать себя как потребитель любым способом, каким захотите, и вернуть деньги. А если магазин устраивает вот такие внутренние вам придирки, по своим каким-то внутренним протоколам и инструкциям, вам нужно принести претензии, больше с ним не общаться и взять с него тройную стоимость телефона через суд. Проверенная практика. Реально работает. В 84% случаев в 2020 году по отчету председателя Верховного суда 84% дел было выиграно потребителями. То есть, если вы просто подадите в магазин в суд, ваш шанс выиграть крайне высок, даже если магазин считает, что он победит. Еще один ответ. Там что-то телефон опять сломался у человека, и магазин отвечает. Евгения, здравствуйте. Нам очень жаль, что телефон вас подвел. Дело в том, что ваш телефон является технически сложным товаром. Верно. Который подлежит обмену либо возврату только при обнаружении существенного дефекта. Верно. Только допишите вы уже в последующие 14 дней, а не в первые. Почему? Магазин опять берет фразу, и он нам говорит. Вот обратите внимание, как вас обманывают. Ну, просто вот я вам прям читаю это, на ладонях кладу. Говорят, телефон – это технически сложный товар. Верно? Верно. Подлежит обмену и возврату только при наличии существенного дефекта. Верно? Верно. Только нам опять взяли часть закона, вот так выделили мышкой и удалили, в которой написано, что после 14 дней, а в первые 14 дней, при наличии любого недостатка. Что делает магазин? В очередной раз берет закон, выделяет то, что ему удобно, удаляет, просто вот реально, вот просто вот, смотрите, ворд скопировали из консультанта закон, вот так мышкой выделяют, что ему неудобно, ну, вот так выделили, нажимают «делит», удаляют. Все, теперь закон без того, что магазину неудобно. Копируем и вставляем это в ответ покупателю. Ну, как такое происходит? И мы это смотрим, и кто-то скажет, ну, так они же не нарушили, ну, тут про 15 дней не обязательно писать. Ммм, тем более, человек, если что, сам посмотрит. Ну, так оно и так. Только какая лояльность к такому магазину, который вот так нагло передергивает факты, занимается черепикингом, просто подделывает законы под свою удобную форму, вырезая из них все, что удобно, нужно потребителю, и оставляя, что выгодно магазину. Определить, является ли возникшая несправность с заводским браком, могут только инженеры авторизованного центра. Этот магазин вообще все в кашу смешал. То есть, существенный недостаток и вообще наличие брака. Это в одном случае проверка качества, в другом экспертиза. Сотрудник, который отвечал на официальном аккаунте, видимо, немножко перепутал эти понятия и даже здесь обманул. Потому что определить, является ли возникшая неисправность с заводским браком, могут не только инженеры, а могут, в первую очередь, покупатели, которые хотят вернуть товар. А если инженер авторизованного сервисного центра скажет то, что покупателям не понравится, они могут это оспорить в суде. Это все так же расписано в статье 18.5. И легко выиграть в суд. Поэтому нет. В законе вообще написано, что экспертиза проводится только при разногласиях о причинах поломки. Заводской брак или производственной. А тут у нас все. Тут уже разногласий никогда не бывает. Знаете, вам магазин как будто говорит, абсолютно все случаи для меня это разногласия. Я никогда не верю ни одному потребителю. Я всегда сомневаюсь и считаю, что виноват не производитель, а только покупатель. Вы понимаете? Вот магазин вам же это говорит. Если определить могут только инженеры авторизированного сервисного центра, то вам никогда не доверяют. Значит, вы как потребитель не нужны магазины, не интересны. Вот и не ходите в них. А пишите претензию. Дальше у нас. Человек покупает что-то там по акции в рассрочку. Вы желали совершить покупку в рассрочку. В рамках этого предложения в чек обязательно добавляются страховой... О, какой кошмар! Страховой продукт, аксессуары или услуги по настройкам. Акция действует в магазинах розничной сети. Понятно, то есть человек покупает в рассрочку. Ему говорят, ну если так покупаете товар, вот он так. А если в рассрочку, то еще нужно обязательно купить там страховой продукт, аксессуары или услуги по настройкам. Тут так написано. Вот я читаю. Вы желали совершить покупку в рассрочку. В рамках этого предложения в чек обязательно добавляются страховой продукт, аксессуары и услуги по настройкам. Это ответ официального председателя магазина. Что влетит магазину за такой ответ? Внеплановая проверка Роспотребнадзора. Это прямое грубое нарушение. Это обман потребителя в чистом виде. Потому что закон о защите прав потребителей самых своих основ с 1985 года строился по принципу безусловной продажи. Не может быть одна покупка обусловлена покупкой другой. Не может быть один факт обусловлен другим. Не может быть претензия обусловлена отдачей в сервисный центр. Не может быть покупка в рассрочку, обусловленная конечно же покупкой страхового продукта. Да вы уже и по новостям на первом канале и на втором многократно слышали про то, что если вам при покупке кредита впихивают страховку, то это нарушение. А здесь нам прямо в лобовую пишут. В чек обязательно добавляют... Я не могу, как можно это написать? В чек обязательно добавляются страховой продукт, аксессуары или услуги по настройкам. Вот эта фраза в чек обязательно добавляются. Она показывает, ну какой кошмар, какие дилетанты это отвечают. В чек обязательно добавляются. У нас по закону защиты прав потребителей любая покупка является безусловной и не должна быть сопряжена ни с какой другой покупкой. Является добровольной. А у нас вот в чек обязательно добавляются... А ну-ка, быстро купил. Если ты хочешь купить бутылку молока в нашем магазине, ты обязан купить хлеб. Не купил хлеб, не имеешь права купить молоко. Дикость? Дикость. Так я эту дикость сейчас читаю с официального аккаунта магазина. Вы только вдумайтесь. Какой кошмар к роллу. И это все прикрывается тем, что это какая-то акция. И так рассрочки нет, но она есть, если вот так сделать. При одном взгляде внеплановой проверке Роспотребнадзора все вот эти фразочки они просто рухнут. Магазину сразу выпишут огромный штраф за такие действия. И если это будет статья 14.7 обман потребителя, за которую вычисляется 50 тысяч, то это будет еще лучший сценарий. Потому что магазин может очень серьезно попасть в проблемы. они не только обманывают потребителей, они еще и открыто об этом пишут. То есть, с точки зрения доказательной базы ничего больше не надо. Вот магазин сам ответил. Мы обманываем. Я даже не знаю, как я не знаю, как такое читать. Как такое может быть? Для меня ладно, это единичный ответ. Именно поэтому, видимо, 99% ответов это ответы в стиле укажите ваш телефон и номер чека. Мы свяжемся и ваши проблемы решим. Потому что магазины боятся, что какой-нибудь представитель вот это напишет. Это же просто добровольно написать, что вы совершаете административное правонарушение. Двигаемся дальше. Вот интересный вопрос. Человек купил телефон, на следующий день пришел в магазин, попросил обменять на аналогичный, так как между боковой рамкой и задней крышкой имела щель, куда попадает в жидкость IP68. Короче, телефон некачественный. все. Нарушено производственное, некачественный купили телефон, производственный брак. И человеку отказали, он ушел. Давайте сразу заранее, в скобочках, так сказать, скажем, если вам отказали и вы ушли, то вы приходите на следующий день с претензией, уже ни с кем не ведете неких переговоров, молча отдаете претензию и легко потом забираете деньги. Как написать претензию? И успеете это сделать, посмотрите на моих, в моих видео я имел в виду, вот там, там мои видео, просто я показывал, я надеюсь, что они там или они там. Ну, эй, YouTube, с какой стороны мои видео? Короче, с какой-то. Вот там номер карта для поддержки, а вот там или там, а там что? О-ху-ху! Короче, легко возвращаете деньги и успеваете это делать первые 15 дней, потому что телефон это технически сложный товар и вернуть за него деньги в разы проще при любой микроскопической, микроскопическом недостатке первые 15 дней. Магазин отвечает. Здравствуйте, хотелось бы пояснить, что ваш телефон относится к сложно-техническим товарам. Ну, тут микро-ошибка 1, не существует сложно-технических товаров, существует перечень технически сложных товаров. То есть, надо сказать, ваш телефон относится к товарам, которые включены в перечень технически сложных товаров. В простой беседе люди могут писать, как хотят, но это же официальный представитель магазина, а что это за новые выбранные термины сложный технический товар? Которые не подлежат возврату-обмену в исправном состоянии. Ну, по факту дела. Исправность вы можете проверить самостоятельно при покупке, не покидая салон. Нет. Чего? С чего это ради? Я должен проверять самостоятельно при покупке и не покидая салон. Я могу хоть когда проверить. Если неисправен, то вернуть деньги. Вообще-то магазин придумал. Магазин придумал, как вам жить. Быстро живите, как сказал магазин. Он-то знает, как вам правильно жить. Если что-то не устраивает, мы меняем гаджет сразу. А если не устраивает что-то потом, то потом меняете. Что за странное мышление? Типа, мы вот сформировали, у нас вот есть порядок действий. Вот мы так торгуем уже много лет. Все, поэтому ведите себя, как нам привычно. Нет, потому что не вашими законами это все устанавливается, а федеральным законом защиты прав потребителей, который стоит между покупателями, потребителями, и все, что вы там напридумывали. Ваши рутинные порядки, ваши внутренние инструкции, ваши правила, они никакого отношения к реальности не имеют. Забудьте про них. Хватит писать, как вы что делаете. Это никого не волнует. Они все, как правило, нарушают закон защиты прав потребителей. Их ценность, всех ваших этих внутренних порядков, правил, протоколов, бланков, проверки на месте, их ценность ноль. Это просто пустая болтовня. Так как вы покинули салон со смартфоном, да что вы пишете, у нас нет гора... Так как вы покинули салон... Что это за самодеятельность? У нас... Я понимаю, почему теперь реально сотрудникам видеомагазинов запрещают это отвечать. У нас нет гарантии, что дефект не обретен в ходе эксплуатации. Но тут еще, знаете, надо было написать, а мы вам не доверяем, что если так... Ну, они же это пишут. А мы вам, как покупателю... А мы всем покупателям не доверяем. Рекомендуем дождаться окончания проверки качества и решения специалистов. По ее окончании вам поступит смс-сообщение на телефон. Ну, смотрите, тут вообще полный бардак. Что в голове у человека, который отвечает? Надеюсь, это не юрист, потому что, ну, тут каша. Во-первых, они пишут, что мы не уверены, что виноваты вы, а не завод. Ну, короче, не уверены, кто виноват. Поэтому нужно дождаться окончания проверки качества. Но проверка качества проверяет наличие дефекта, а не причину, кто виноват, завод или вы. То есть, при чем тут проверка качества, и мы не уверены, что это не вы сломали телефон. Это не связанные термины, это экспертиза устанавливает причину, а тут проверка качества. Это вообще две разные процедуры. Что отвечает человек в этом комментарии? Что отвечает представитель магазина? Это стыдно такое писать. Дальше. Помните, с чего началось? Человеку продали телефон, где какая-то щель, и что-то там, короче, неисправен. А они отвечают. Хотелось бы пояснить, что ваш телефон относится к сложным техническим товарам, которые не подлежат возврату и обмену в исправном состоянии. Ну, и речь идет о 25-й статье. Понятно. Но человек не апеллирует к 25-й статье. Он не говорит, я хочу заменить телефон, потому что он мне не подошел. Человек говорит, я хочу заменить телефон, потому что он сломан, и я упираю в статью 18. А ему говорят, нет, по 25-й вы не сможете обменять, вернуть. Что? Что происходит? Что? Знаете, на что это похоже? Это похоже на студента, который начал изучать юридическое дело, и уже две недели ходит на курс защиты прав потребителей. Он вот столечко слышал, но у него даже еще нет понимания, что это отдельные два мира. 25-я статья, обмен, и возврат товара, 18-я, что тут товар-то качественный, а тут некачественный. И такое чувство, что вот этот сотрудник, который ответит, он просто не представляет, о чем говорит. То есть ему говорят, у меня сломан телефон, хочу вернуть по статье 18-й. Он говорит, мне получится вернуть по статье 25-й, потому что у вас телефон в списке товаров, которые исправны, и нельзя менять. Это я вам сейчас так подал, понятно. Это знаете, это как вы переходите улицу на зеленый свет, переходите, а к вам подходит гаишник, говорит, ай-яй-яй, а почему вы сегодня молоко пили? И вы такие, что? А он такой, ну как-то молоко пили, и на зеленый свет идете. И вы такие, что? Что происходит? Он говорит, ну все, пойдемте задерживать, задерживать буду вам, выписывать протоколы за то, что вы соответственно сходили в туалет в общественном месте. И вы просто думаете, что происходит? Подождите. То есть зеленый цвет, я перешел, но пил молоко, и мне говорят, что я сходил в общественном месте в туалет. И поэтому мне выпишут протокол. И вы садитесь с ним в пожарную машину, и он начинает вам выписывать протокол, не знаю, я уже не знаю, что тут напридумывать. Ну то есть я придумал уже просто максимальный бред. То есть вот, я вот так вижу этот ответ. Опять же, если человек, мне такое спрашивают у меня на канале в комментариях, как я к этому отношусь, да максимально спокойно, потому что люди не разбираются. Ну, я не разбирался. Что такое статья 18.25? Исправный, неисправный обмен или ремонт гарантии или 14 дней. Ну это понятно, человек может не разбираться. Но у нас же отвечает специалист, отвечает от официального имени компании, от всей федеральной сети, в которой сотни или тысячи точек, юридический отдел, и кто там сидит? Что он отвечает? А как должен реагировать человек, которому так ответили? Ну, я просто не понимаю. То есть, вот так же, как вы, который восстановил гаишник за то, что вы пили молоко, но пошли на зеленый свет, и потом решил составить протокол за то, что вы сходили в туалет в общественном месте, и поэтому повел вас в пожарную машину. Ну вот, примерно вот так должен реагировать. То есть, он должен реагировать с вами, какой пешмар, давайте дойдем до суда, и судья вот так сделает три раза и выпишет вам тройную стоимость возврата телефона. И я просто получу гораздо больше денег. Ну, чтобы вот этого просто бы не было. А этот человек начал развиваться. То есть, да, комичный у нас случай в конце попался. Надеюсь, видео было полезное. Поддержать всегда можно по номеру карты в описании. Где оно? Вон там, смотрите. Вон оно. А нет, там его нет, там поисковая строка. Вот это каламбуры подводка. А вы где такое видели на ютюбе? Значит, раз он не там, то он вот здесь, не вверху, так внизу, ну-ка, посмотрим. Вот он, реально есть. Я сейчас на свои ботинки пальцами показываю. Но для вас там номер карты в описании. Куда можно кинуть микроскопический донат? Варианты донатов. 30 рублей, 32 рубля, 34 рубля или 100 рублей. Еще раз, 30, 32, 34, 100. Другие суммы кидать нельзя. Потому что это благотворительный, добровольный донат. Но можно меньше. Можно 10, 15, можно 70. Хотя она не входит в эти перечни. Короче, на самом деле, понятно, что кидать можно любую, сколько вы хотите, чтобы просто поддержать мой канал. За что? За что я распечатываю эти отзывы, ищу все это в интернете, печатаю, снимаю, оформляю, выкидываю, выкладываю, я хотел сказать, выкидываю, выкидываю их в интернет. выкладываю, отвечаю на ваши вопросы, комментарии, ух, развиваю ваше гражданское сознание, правосознание, и в общем, не даю вас обманывать магазином. И надеюсь, что, конечно же, меньше людей будет отвечать от лица магазинов. И напомню то, что я сказал в первом видео. Если вдруг у вас есть места, форумы, вы знаете, где можно почитать, как официальный представитель магазина отвечают на какие-то запросы, пожалуйста, мне их скиньте, потому что найти их сейчас очень-очень тяжело. Видимо, по всей стране, у всех сетей есть одна инструкция. Всем отвечать один и тот же текст. Дайте ваш телефон, дайте номер чека там заказа. Мы разберемся. Все. Больше стараются ничего не, ни слова никого про изнести. Все, увидимся в следующих видео. Я еще здесь. Если вы не поддержите канал, не кинете никакой благотворительный донат, то я буду и дальше снимать видео, потому что хочу, чтобы нас меньше обманывали. Но если кинете, то будет только в плюс. Все. Пока.